Да, я тоже удивился, увидев это. Это хорошо, когда тренер так может. Я про то, что сейчас... Ну, с другой стороны, какая разница, кто... Ну да, из плохого, что я вижу, это то, что забанили СФ, а не ДК. Потому что сейчас распийки должны начинать вроде как Вичи во второй стадии. Еще сейчас будет разок бан. Да, но если ты банишь СФ, значит, ты отпускаешь еще какого-то героя. То есть определенно будет докрафт пятой позиции под камбу. Возможно, у нас появится флейнер какой-то опять же. Ну, СГДК нельзя отдавать в любом случае. Бани-Цапак, вот. Да, за баню ДК, хотя бы за это спасибо. Но остается вариант выхода в ОД. Может, опять Варлок? Ну, для саппортов там есть Вичдоктор, Дизраптор. Он же не в бане в этот раз, да. Джакира есть, конечно. Джакира, то есть саппорты, они в пятой позиции, есть просто очень опасные. И не совсем, но почти очень опасные. Есть еще блокхолирующие Энигмы. Да, есть еще Энигмы, то есть надо иметь где-то в голове, что нужно иметь чем-то, ну, какой-то сетап, позволяющий сбивать тебе сквозь БКБ. Блэкхолл и прочее, прочее. Линию стоять против нее как-то. Или это все сложно, и надо вот Ликвидом как-то подстраиваться. И пока... Пока пик один в один просто. А зачем что-то менять, если все так хорошо работало? Да и коровки думают, парни, что-то я... Что-то да, где-то что-то пошло не так, и при этом в этот раз... Что-то это то же самое. У Асбикты еще, у Вича. То есть ты не можешь их и брудой заранее так удивить. Но не то, чтобы удивить, мы говорили, что и в прошлой игре она не сверх хорошо заходит. Да, папарацци очень повлевает. Ну, у меня такое ощущение, что там что-то реально интересное происходит у Вича на мониторах, потому что Ланэм разошелся, очень эмоционально говорит. Вайпер сейчас по итогу заходит не очень хорошо. То есть, с одной стороны, у него будет посевочка, которая будет плюс-минус хорошо работать против гирокоптера и дес-профит, но с другой стороны, дес-профит. Она не боится замедления атаки, она не боится замедления скорости перемещения. Она просто стоит и убивает всех с рэнджа. Соответственно, вайпер, он уже как дамагер, себя может и не позиционировать. Нужны убийцы, нужен урон, причем желательно стрелковый. Я так понимаю, Элевен у героя выбирают. Ну да, видишь, минус битрайдера надо что-то достроить. Дизраптор тоже как-то не очень хорошо вписывается в общую концепцию, только из-за того, что, во-первых, есть Нага, которая может в любой момент постараться засевить свою команду, и, во-вторых, есть гирокоптер с дес-профит. Короче, рассказываю. Первое, что ты хочешь сделать, это взять комбо-брекера. То есть вот у противника есть там Нага Сирена, которая будет тебе сейчас выдавать сон. И нужно было иметь какого-то героя, который мог бы либо доворваться после того, как в свою команду вошли, либо который примитивно может напасть. То есть, опять же, Энигма, Шейкер, может быть, Тайт Хантер. То есть какой-то герой, который во время врыва в вас ворвется в противников. Или до. Так, и кем является Дизраптор, Дмитрий? Вот он является тем парнем, который умирает первым. Да, он пока мягкая бука. Зачем тут Клокверк нужен? Герой Лейлова, судя по всему. Я понимаю, но зачем он тут? Неясно. Неясно. Врываться. Ну, опять же, гипотетически они пытаются выстроить позиционку под Сунаги. Чтобы в драке вот у тебя был сон, ты заходишь, осмотрелся и поставил койки так, чтобы кто-то сразу откинулся, кто-то оказался в них. Кто-то, ну, может быть, из-за этого. Для Вижна. Варианты есть, как они хотят его использовать, просто не очень понятно, насколько он здесь нужен. Джаггер как-то слишком хорош против этого Клокверка. Против Клокверка почти любой герой. Очень хорош. Ну, Джаггер уже смотрится лучше. То есть, как минимум, Джаггернаут может вертушкой той самой выходить из сетки. Джаггернаут может вертушкой доджить прокаст. И его может ворваться и убить вражеского кора до драки, скажем. Джаггернаут может много чего вот в этом пике сделать. И просто нужно найти какую-то управу на него. Сэнд Кинг в бан. Так, а нам не хватает кого? Оффлейнера для ликвит. Ликвитом оффлейнера и пятой позиции для Вичи, если я все правильно понимаю. Ну, Вичи будет очень трудно как-то законтрить. Там и Джакира осталась пуля, там и Варлок имеется. А вдруг Вичи вот именно хитро обманывают? И на самом деле это будет там Клок четвертая, пятая аналога. И на самом деле будет еще герой для Элевена. Ну, какого ты предложишь? Добро. Медленный. Китавр? Да, он медленно разгоняется. Мне просто не очень нравится то, что я сейчас вижу в плане героя, который первым пойдет. С Клок, он, скажем так, на пути застревает обычно и не идет никуда. И ты не можешь. Вот после врыва Квакверка, допустим, когда он уже потратил ультимейт, бежать вперед герокоптером, бежать вперед ДП, так как он их не поддержит. И вот было бы неплохо увидеть еще одного героя, который как раз таки будет. Тем самым вот щитом, который пойдет первым. Ну, вообще остался Омник из тех героев, на которых Элевен играет очень часто. И этот Омник способен создать ситуацию для любого героя, что он может лететь, врываться и не бояться. Было бы неплохо. Просто мне не нравится Клок третьей позиции, Клок четвертый мне здесь в целом неплохо кажется. Может зайти, так как он и при роуминге может там того же Элдер Титана от руны отбивать, отжимать. Просто за счет того, что его скиллы для драки один в один получше смотрятся. И он может именно всех отгонять, как-то Дизераптора в лесу зонить. Митяй, давайте подумаем о хорошем. Так. То есть плохого мы уже поговорили. Давайте подумаем о том, как Клокер прекрасно врывается в Элдер Титана, сбивает ему стан, мешает ему закинуть борозду. Или как это называется? Хорошо, да. Это здорово. Правильное извинение. Но это не отменяет ситуацию, что тебе что-то нужно будет делать. Нет, это не отменяет. Это просто маленький хороший момент. В принципе, даже что я смотрю на этих героев, я только вот вижу, как он врывается в Элдер Титана. И в общем-то с этим героем он дружится. Если вы видели прям лицу Микаса, это шикарно. В момент пика Энчантреса. Он даже не понял, что это такое, когда Энчантрес появилась в пике. Он либо удивлен, либо он разочарован в лик. Я вот не прочитал это лицо. Мне кажется, он разочарован, что он у них все-таки забанит. Недовольны. Сейчас он нам объясняет, как они будут контрить тоже Энчантрес. Осталось просто не проиграть легкую линию. И нужен какой-нибудь герой, вот такой надежный, который приходит и разговаривает с Энчантресом. Но если на пятерку, то ВД. ВД, Джакира. Самое приятное, что есть. Минута. Да, времени оставили, конечно, просто. Думай, не хочу. Просто они могут себе позволить, знаете что? Бруду. Позволять себе аппарат. Тоже вариант. Вы могли позволить себе бруду. Ну и тоже может быть комбинация под сон. Ладно, давайте смотреть. Вторая карта ВИЧ. Гейминг против Ликвид начинается прямо сейчас. Ну и слово, конечно же, нашим великолепным, сияющим Ярославу и Андрею. Спасибо большое, не менее великолепный и сияющий Иван и ребята. И мы будем комментировать для вас эту игру. По-прежнему это Ярослав, это Андрей, стол. И у нас очень интересная игра сейчас будет. Возможно, последняя игра для Team Liquid. Возможно, и нет, собственно говоря. А так аппарат, честно говоря, меня немного удивил. Немного удивил. А вас, Ярослав? Ну, видишь, у китайца, видимо, свои идеи о том, как контрить Инчандрис. Ну, потому что, скажем, в Европе, в Америке традиционно считается, что можно неплохо отконтрить. Ну, например, Crystal Maiden какой-нибудь, которая будет ловить крипов Инчи. Ну и, в принципе, имеет какой-никакой магический прокаст. Ну, здесь separation, как бы он должен, видимо, выключать хил Инчандрис. Но прикол в том, что все-таки, когда это произойдет? Когда он первый раз отключит хил вообще? Уровни этак на шестом, подозреваю, аппарат, то есть минуте на десятый плюс. До этого момента Инчандрис может создать очень много шороха. Учитывая, что Инчандрис не одна, судя по всему, будет вместе с Элдор Титаном там развлекаться. Это вообще страшная генерация. Да, в теории, это, конечно, герой неплохой, особенно с учетом того, что есть еще Джаггер и его хилингвард, который также очень много хилит. Есть Вайпер, статичная цель, в которую легко попадать. Но это все, опять же, теория. А на практике, да, на практике есть Инчандрис, которая будет стоять против... Я, честно говоря, даже не знаю, кого у нее не будет соперников на линии, по идее. Потому что Элдор Титан и аппарат... А, нет, простите, простите, помарка, помарка. Аппарат и Нага Сирена, это не совсем те герои, которые Нагу на линии унижают. Ну, Инчу могут они повыгонять. Все-таки, я думаю, втроем-то уж точно с Гирычем там хватит. Но проблема в том, что Элдор Титана будет прикрывать Инчу. Ну, мы сейчас посмотрим, как это все сыграется. Я советую Вичи Гейминг отправить все-таки 3-пл на свою легкую линию. Не стоять доблами, как сейчас это выгодно... Как-то не выгодно, а модно скорее. Но нет, видишь, в итоге Ланэм... Все, Ланэм, иди наверх. Едь наверх. Не надо идти ни к какому клоперку. Потому что если сейчас, в самом начале... Вот в самом начале аппарат плюс Нага плюс Гирокоптер могут Инчу гонять. Но дай Инче только там пару уровней получить, и все. Закончились вообще какие-то возможности на этой линии что-то сделать. Ну и опять же, не дать Инче пробраться к большому спа... А хотя они не заблочили большой спаум крипов свой. Что же делает Курокет такой он? Не, ну Курокет в целом неплохо расхарасил. Конечно, в любом случае Курокет здесь будет получать опыт, деньги, все, что захочет. Это не самый сложный матчап для него. Дезраптор, Джиггернаут. Вот, хотя по Тавру мне не особо получается добивать крипов. Но, ладно. Курокет помог добить одного. Ну вот тут самое интересное происходит, да, и сюда, на самом деле, в первую очередь надо смотреть, как здесь будут разбираться. Так, я так, по-моему, ой, не начал, а нет, Ланэм не начал блочить, потому что у него была сетка, и это First Blood забирает его в Финрир. Какая непонятная мне ситуация. А что у Джаша прокачано, можно нажать на него, просто чтобы я понимал у него дух? Это, мне кажется, косяк, если честно. Вот здесь Стан бы на первом уровне, ну что этот дух ему вот сейчас даст на первом прямом уровне? А Стан, он бы сейчас бы просто ушел спокойно. Мы не видели начальную игру его, но, возможно, он спамил духом, пытался похарасить кого-то. Ну просто духом прикольно спамить, когда появились уже крипы, а их нет в начале, и первой минуты их, в принципе, нет. Можно там получить второй, потом начать спамить духом, ну да ладно. В принципе, одна смерть не дает ничего. Конечно, ничего не дает, но, тем не менее, все-таки это ФБ, это преимущество для Вичи, какое-никакое, так что игра у них идет. И обратите внимание на крипстаты героев в центре карты. 10 на 5 у Банши и 4-1 у Вайпера. Простите, 5-1, все обновляется слишком быстро. Но уже 12-6 у Банши. 6-1. Слушай, ну Банша, герой, который стоит очень неплохо и получше Вайпера, пожалуй, при прочих равных, не должна проигрывать, а скорее должна даже выигрывать. Как мы знаем, это вот, возможно, Дэнди надо играть на Банше, в общем, потому что как раз герой про то. Ну, очень сильный персонаж. Много сирена выходит, сеточка, 50 хп, 100 феррифайер съедается, и все равно это минус. Слайна дает пичку с 300 ранжи. Это нормально, правилами этой игры не запрещено, и это фраг для команды Вичи. Да, ну вот здесь вот как раз пока развлекались в миде, получили ребята уровни, и начинается беспредел. Уже какой-то торнадо летает, уже что-то замедляет папарацци. И вот он пошел дэмэдж, бам, 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 бам. И, скорее всего, это минус папарацци. Так и второй должен умирать друг, по идее, хотя здесь ладэм. Так, почему-то Майнд Контрол не погнался за аппаратом, хотя это был, вероятно, фраг. Так, нет, хотя вот Джейдж Майнд Контрол все-таки убивают аппарата здесь. Майнд Контрол вне... А, так, стоп, это друг помогает ему. Сеточка, уже 3 на 3, они здесь стоят. Стан отличная, Джейджа. Ракетка, убивают ракетку контроля. Аппарат приезжает, но аппарата, насколько мы знаем, нет стана. Кура вернул его на линию, там ему и место. Ну, и Кура погибнет, конечно, но это ничего страшного. Все, отличная притяжка от Куроки. Интересно, что аппарат вернулся не на базу, а именно на линию. Но это известная штука. Не прошло 4 секунды с его смерти просто-напросто. Зато оставили Элевена постоять, пока ушел Куроки. Вообще один в один, и он себя сейчас начнет чувствовать более-менее. Между прочим, у него просто отличный крипстат, 13 на 7. Подозреваю, что Динаи это, скорее всего, Коги в большинстве средствах, но количество убитых крипов очень крепко, очень сильно для Клокверка. Ну, такой уровень, смотри, у Миркл 4 и у Клокверка 4. Да, и Миркл без мана уже. Такая... Очень неплохо орует кегами Элевен. Да, Клокверк здесь определенно наделает шороху. Ну, Майн-Контрол вместе с GH тоже делают шороху. Так что пока тут они разменялись любезностями. Кстати говоря, там нашел Элевен 2 руны, а Аори взял ДД еще на Банше. Сейчас у Вайпера вообще неприятная ситуация будет в миде. То он и так проигрывал, а там еще и ДД у Банша. Так, стандарь Фермен Виру возвращает. Это минус очевидный. И будет ли размен? GH очень мало ХП. Такая сеточка, да, это минус. Майн-Контрол, конечно же, убить не получится. Особенно с учетом прожатых виспов. Но это разменчик. Фраг забрал Элдер Титан и Эншн Топоришн. По сути, на игру это не очень сильно влияет. Опять же, ну просто злость игровая их так выплескивается. Не, ну на игру сейчас наиболее сильно влияет то, что Миркл стоит 1 на 1 с Элевеном. То есть, если мы смотрим у Миркл 30 скрипов, у Папарацци 15 на гирокоптере. Ну, тут все понятно. Как бы аналитика здесь не нужна. И так ясно. Либо Миркл реализует в итоге свой этот старт, либо нет. И точнее даже вопрос, кто лучше реализует. Потому что и Миркл на Джаггернауте, получив хороший старт, может дать жару. И Элевен на Клокверке. Кстати, на Клокверке, пожалуй, даже попроще. Не совсем понятно, что Кура сейчас сделал. Пытался побегать, что ли. Ну, просто-напросто нафидел. Ну, да, бывает. Бывает. Знаешь, это капитан команды. Огромное количество информации в голове. Иногда ты думаешь о каком-то великом. Знаешь о том, как через 5 минут вы Рошану уже забираете. Но при этом ты как бы проворонил самую какую-то простейшую вещь. Что тебя тут вообще-то убивают. И проще было побежать в сторону базы. И не бегать по речке. Да, похоже на правду. Я просто проходил это. У меня такое же было, знаешь. Ты вроде все продумал, но забыл, что тебе просто дали сайленс. Например, ты умер в какой-то драке. И такой, извините. Это интересно. Элевен получил 6 уровень. И моментально он уходит со своей линии. Идет в сторону центра. Могут напасть на Вайпера. И через Ultimate Disprofit сразу начать подпушивать эту линию. Да, и очень сложно помочь. Это ключевой момент игры может быть на самом деле. Элевен с Фейзами, кажется, даже не хочет использовать хукшот. Поэтому тут Кура на подселье уже есть. Знают, знают. Но есть информация от Миракла, что ушел Клокверк. Очевидно, что он не пошел фармить лес. Первое, куда он направится, это фармить Вайпера. Так вот врывается. Отличные Коги. Можно с фукшотой вернуться и убить Вайпер. Минус Вайпер. А нет, хотя подождите. Отличный стан у нас от Джейджа. Здесь прилетает Миракл. Раскручивается. Могут быть проблемы у Банча здесь. Сейчас он, скорее всего, ультанет и победит ее. Ульт отменяется. Тавер не забран. Были готовы к этому выходу Ликвид. И Миракл только увеличивает свой сноуболинг. Вполне вероятно, что этот герой скоро станет непобедимым. Да, классная игра Т-11. Хотелось бы отметить, выход через ФСИ не сразу с хукшота. Понимал, что могут вернуть. Поэтому он просто забежал и потом вернулся. Здорово. Но и Ликвид, изначально стоявший там Дизраптор, намекает, что все они прекрасно понимали. Да, но даже без вардов достаточно очевидный мув. Шестой левел. Хоп, Миракл узнал. Сказал, нету, все. Не очевидный мув был бы, если бы он пришел на топ. Он бы намного менее очевидный был бы. И тут был, например, Дриаду. К этому могли бы быть и не готовы Ликвид. Дизраптор за ней не стоял. Но Мид это реально очевидно. Но вот сейчас Клоппер делает на топ. На самом деле был бы еще менее очевидный мув, если бы он просто поформил бы лес это время. Ого, боже. А еще менее очевидный, если бы он сделал вид, что ушел, но не ушел и убил Джиггернаута. Но, правда, это вряд ли бы у него получилось. Да, так, кстати, у нас какого левела аппарат третьего всего лишь? Ой, куда же они так заходят? Аппарат, куда же ты пошел? Под Кентавр, под... А, ну вот куда? Всех ребят. Тут друзья. Тут друзья, Клоппер пытаются что-то сделать, но не получается, на самом деле. Не так просто убить Майн-контрол. Они убивают вместе с Урсой и Дезраптором Гирокоптера. На грани тут у нас убегает аппарат. И все, вроде бы ничего, но стоит отметить, что это было 5 героев. Точнее, да, 5, именно 5 героев. Еще забирают Кура. Но Папарацци все-таки психанул, мне кажется. Я понимаю, что план был неплох, и даже в какой-то степени он отыгрался. Но, учитывая, что Миркл нигде не умирает, и вообще на фрифарме, а Папарацци начал игру не очень здорово. Ему сейчас как-то умирать вот так вот лишний раз, наверное, не сурки. Потому что Миркл уже в два раза почти его по натворцу обгоняет. Да, огромная разница. Кстати, а есть ли Тавр снизу Т1? Есть, есть, есть. Да, но очень тяжело, им очень плохо Папарацци туда приехал. А тут Миркл в инвизе, и у него сейчас действительно такой сетап, что он может просто убить Папарацци в очной дуэли. Он даже его ищет уже, ожидая, что Папарацци пойдет в лес, но Папарацци пока не идет в лес. Стоит под вышечкой, очень аккуратно играет. Миркл такой ассасин. Так, ну смотри, Папарацци что-то узнает. В серии два скана используются. Как тут команды? Они чувствуют что-то, но не могут понять, что. Так, на гостерене, кажется, будет целью Миркл. Хотя нет, Миркл увидел геррокоптера, и хочет все-таки убить его. Бежит, бежит, бежит. И сейчас у Литонера будет все плохо. Хотя нет, проходят. Так, крипы, сагрины. Начинает крутиться. Ну, кажется, здесь это не получится у него в соу бить. Хотя... Да, получится, получится. Бам-бам-бам-бам-бам. Все получилось, но он может умереть. За это, ну, отличная игра, Джейджа здесь он просто сейвит своего кора. Ну, в принципе, не умирал бы тот Миркл даже близко. Но в любом случае Джейдж молодец. Вообще, надо сказать, что если последний удар у Мирка прошелся бы не по геррокоптеру, то он не убил бы его. Как тут играет Eleven? Агрессивно. Ну и Майндритролл должен погибать. Нет, подожди, подожди. Не факт. Да, все-таки погибает. Ну, это все-таки аппарат. Недооценивает, так сказать, силу его способности. Даже без ульта. Даже без ульта под Клопперком неплохо получается. Ну, Мирка слишком страшный в этой игре, понимаешь? Вот он уже бежит, он уже бежит и крутит Ори. Под хостой душит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Напоминает мне, знаешь, кого Мирикл сейчас? Демона. Нет, Мирикл. Мирикл с Интернешнл, по-моему. Там просто была какая-то игра тоже, где он также взял Джаггернаута. И просто в соло. Просто в соло. И на руны везет. Обратите внимание, сначала Инвизик. Он там всю команду Вичи загнал. О, тут еще и Парацци. Тоже погибать должен. Проснулись, Ликвит. Явно видно, что проснулись после первой игры. Ну что ж. Проблемки определенные у Вичи были в начале игры. Хотя по Нетворсам не то, чтобы это сильно заметно. Но вряд ли в план Вичи входил гирокоптер с двумя тысячами Нетворса. Вот. Поэтому сейчас им нужно что-то делать. Опять же, обусловлено это тем, что у врагов была Инча на пятый пик. И сейчас, как раз таки, когда потихоньку заканчивается стадия линий, наверное, начнется какой-то камбэк от Вичи. Вряд ли они опустили уже руки. И ломают шмотки. Шестой левел Папарацци, ничего. Ему привычно, в принципе, достаточно. В прошлой игре он начинал так же, да. Практически тоже было не очень приятно. Но гирокоптер герой, который умеет камбэкнуть по фарму. Все-таки флагкэнон не просто так придумали. Иногда его можно нажимать, забирать пачки крипов. Да, главное не потерять этого ра сейчас. Главное, чтобы Банша смогла как-то реализовать себя. И, кстати, обращу внимание еще на то, что Джаггернаут собирает БФ. У него есть уже Яша, но он решил доделать БФ. Ну, я оцениваю это как грамотный выбор, на самом деле. Почему бы и нет? Просто быстрые такие предметы, ты будешь наращивать свое преимущество еще дальше. Ликвид контролирует игру. Сами выбирают, когда им нападать, когда нет. И вот это выход нападения. Ты просто с ульты убиваешь Баншу, как в каком-то паблике, честно говоря. А заставить в любом случае нечем. А вот от такого нападения... Так, Локверк, 9-й Локверк, это все самое лучшее бывает. Дница ВГ, тоже терпит, половина ХП у него остается. Ульт Дисраптора, проблема здесь у Наги Сирене. Так, Папарацци тоже цепанули, возвращают нас к Локверка. Клокверк по-прежнему еще вроде что-то может сделать. Отлично, врываются в Миракла. Да, это тот фраг, который нужен был. ЛМ, возможно, даже уйдет. Папарацци испытывает определенные трудности, но вроде как выживает. Аппарат тоже смог уехать. Продолжают как-то разводить. И могут убить Вайпера. Боже мой, это будет минус Матумба Мэн. Это очень сильно. Также заигрывается здесь GH. И это конвейер. Конвейер от Ликвид. Что они делают? Они просто дарят сейчас игру. В очередной раз, Андрей. В очередной раз мы отмечаем, что Ликвид дарит игру. Это все напоминает прошлое сражение на первой карте, где Ликвид, но также как-то, я даже не знаю, оголтело, может быть, такое слово тут подойдет. Просто бегут в атаку, как будто бы они в каком-то паблике и находятся. Вот как забегает Джаггернаут, использует ультимейт, убивает Деспрофит, как в паблике. И как будто бы дальше все происходит тоже, как в паблике. То есть ни шагу назад, мы атакуем все время, мы куда-то, стоит еще тир-1 вышка, мы уже под тир-2 воюем. Ой, возможно, это та самая ловушка от Вича, возможно, это психологически продуманно глубокая игра, вот этот фит настолько хорошо продуман, что вот, значит, память и рефлексы возьмут свое над миром, когда он как в паблике убьет героя в миде, мидера. И просто, о боже, как же они хороши в Виче. У них загорятся глаза, да, и он скажет, подождите, я это все помню в флэшбеке, я так брал 10 тысяч и побежит дальше, но тут оказывается, что Вич к этому готов. Да, неплохая стратегия, но пока она действительно работает, заманивают уже во второй игре буквально, заманивают Вича, Ликвидов в какую-то ловушку, почему-то агрят их на то, чтобы Ликвид сломя голову, бежали куда-то и фидели там. Я вот еще не могу понять, так, вот так, отличный сон, ну как сказать отличный сон, ворвались, ой, ой-ой-ой, как-то все не очень хорошо получается, скиллы мимо. Просто, наверное, сейчас хотят уйти Вича, хотят подрубить ульту Банша. Прежде временно умирает Герокоптер от Джаггернаута, Джаггер еще также ультует по двум героям, отлично ультует, минус, да, минус, сори. Конечно, должен умирать здесь Джаггернаут, но, тем не менее, это 4 в 1, уходит только Клокверк, который возвращается, не хотя в замес, и умирает. Ну, что тут сказать, снова комбинация с основой, вот, казалось бы, Вич и Гейминг постоянно берут нагу, и это в ферст-пиках, и, типа, сигнатурный герой. Но почему же комбинации с нагой настолько кривые у них, я этого не могу понять. То есть, влетает Клокверк, получается, вместо того, чтобы нанести урон, он влетает в герою уже во сне, залетает тут аппарата в сон. Ладно, хорошо, он хотя бы оставляет эффект ультимейта, но урона нет. И кулдаун, ну, с кулдаун я уже не понял, по-моему, он все-таки упал не в сон, но половина скиллов просто пролетела куда-то в сон, не нанесло никакого урона. Да, честно говоря, даже у меня после такого была дизмораль, мне не хотелось комментировать, а как игроки, которые играют, то есть, видят, что в важнейшей игре за очки мейджора просто случается такое. Не совсем понятно, перехвалили немного Вичи. Ну да, но я не знаю, зачем этот сон был нужен вообще. Клокверк отлично влетал в Вайпера, сейвов у Ликвид нет, ферст-папов у Ликвид, кажется, тоже пока еще никаких нет или есть? Возможно, у Ичи есть. Да, у Ичи есть. У Ичи есть, но тогда, ну, в любом случае, в любом случае, пускай используют хотя бы форс, дальше разберемся, но давать сон на врыв клокверка, это как-то крайне глупо. Но это явная ошибка, мисс коммуникация. Конечно, конечно, мисс коммуникация отсутствует. Посмогли разбить лицом о тумбе, например, если бы НЧа там не среагировала, ошиблась или еще как-то. А дальше уже можно было через сон второй волной атаки накидать все остальные скиллы. Сейчас, кстати, появится второй форстаф у GH, ну, не сейчас, но довольно скоро, я думаю, это будет, после пары товаров сломанных. И тут игра будет еще сложнее для Вича, потому что они очень зависимы от инициации клокверка, от кегов знаменитых. И если они будут контриться, то как таковой инициации у Вича уже не будет. Ну, опять же, сон Наги, Метер Хаммер знаменитый, который она когда-нибудь купит. И, кстати, я вот не совсем понимаю, как, но Лан Эм очень богат по какой-то причине. В каждой игре он фармит. Да не настолько он богат, 3 500. Нет, барабаны достаточно рано у него появились, у него был брасер и так далее. В общем, кажется, он любит подкачаться. Нет, это абсолютный факт, он любит подкачаться. Твой кореш, Андрей. Так, аппарат. Кстати, смотри, смотри, по-моему, это может плохо закончиться для Вайпера, хотя есть тэп-аут на крайний случай. Ульта заканчивается у нас аппарата, эффект ульты аппарата. И это просто минус ульта большая, это минус аппарат. И это минус мораль, очевидно. Теряют темп очень сильно Вичи, потому что если в прошлой игре они хотя бы реализовывали свои ультимейты, когда начинали совершать камбэк, то сейчас ультимейты уходят в молоко. Ну, в общем, поняли, ликвиды, наверное, что не стоит на Вичи ломиться. Это не мальчики для битья. Если ты положишь им в рот палец, то они, возможно, отхватят тебе всю руку. Поэтому они просто начинают разводить, играть свои вот эти вот ликвидовские такие игры. Очень много макроперемещений, два фурстафа есть, соответственно, опять же, для этой же цели. Не только чтобы контрить клокверка, но и чтобы можно было где-то развести баншу на ульт и спокойненько уйти. Элевен может умереть. Ну, вероятно, захочет его вернуть. Хотя, так, стоп, позиция. Позиция не самая плохая здесь. У ликвид. Они защищены от сна и прокаста. Так, ну вот, он пошел, пошел. Отличный прокаст от папарацци, боже мой. Они слишком долго, видимо, оставались в этом узком проходе. Думали, что после ультинаги уже ничего не случится. Ну вот, случается. Но тут, опять же, неплохой переворот от ликвид. Хороший вард был поставлен от Миракла. Вылечил по половину хп. Видимо, здесь разойдутся ребята. Ну, для той ситуации, в которой находится Вичи, они, конечно, все сделали шедеврально. Проблема здесь... Вот 4 тысячи, это немного. Небольшое отставание, казалось бы, нужно нам 4 тысячи. Но проблема именно в том, насколько много денег у одного героя, у Миракла. Вот не было бы у него настолько много. Они бы сейчас, возможно, Вичи выиграли бы эту драку и всех бы убили. Но Миракл слишком много ДПСов вносит ультимейтам. Слишком живучий, слишком прыгучий. Все у него слишком круто. Да, есть такое, есть такое. Очень сложно что-то с ним сделать. И, конечно же, медленнее фармить он просто так не станет. Да, он купил предусмотрительно тот самый Battle of Fury. Так что, возможно, он станет только быстрее фармить. Так, Eleven нападает на куроки. Майн-контрол очень сильно ему настреливает. Кажется, это просто фид-фидач. Хотя 385 голды он получает за куроки. Плюс экспуза соло фраг. Стягивает пару ТПшек. И разменивается. В целом, я думаю, это даже выгодно. Да нет, я думаю, что все правильно он сделал. Ну, как бы, такая ситуация у них, что им нужно делать что-то такое. Если ты просто не будешь ни на кого нападать, ни на кого разводить, на какие-то действия, ТПшки и так далее, то сейчас просто ликвиды соберут и впятером, да пойдут еще где-то дадут тебе по голове. А так, Eleven стынул двух героев, выиграл время. В это время спокойно игрокоптер пофармил сверху. Спокойно все остальные пофармили свой лес. Так что Eleven здесь пытается держать команду на плаву, и мы ставим ему жирный плюсик. Конечно, конечно. Также скоро будет у мистера Лан Эмма Митюрхаммер, который тоже повлияет на него достаточно сильно. У нас бесплатный здесь папарацци стоит, понимает, наверное. Хотя, стоп, какой бесплатный? Это же Нага Сирена еще рядом. В целом, можно что-то попробовать сделать, защитить его. Сна, конечно, не было, но была бы сетка. Ультимейта у Джаггернаута просто не было, так это было бесплатный папарацци, да. Но буквально 4 секунды там до ультимейта оставалось. Не думаю, что профессиональная антота дошла до такого, что прям каждый папарацци помнит тайминг ультимейта Джаггернаута. Поэтому ему сейчас повезло, пожалуй. Можно было бы сказать, ну, он там так фармит, потому что знает, что у него еще есть 5 секунд ульта Джаггернаута. Но нет, это не так, скорее всего, конечно. Определенно есть такой игрок, но... Есть такой игрок. Я думаю, 1% тот самый. Ну да. 19-19 счет. Несмотря на преимущество небольшой ликвид, счет равный. Идет под фарм с обеих сторон. Гирокоптер очень хочет собрать себе БКБ, чтобы начать... Ну, чтобы начать. На самом деле БКБ не так, чтобы очень сильно что-то здесь изменит для него. Потому что тот же дэмэдж от Инчи не будет сильно резаться. Джаггер также легко будет справляться с гиролетом. Но в целом защититься хотя бы от статика, от возвращения Дезраптора, от прокаста Элдер Титана, это уже хорошо. Да. Но, к сожалению, Джаггернаут и Инча действительно никак от БКБ не пострадают. Ты все равно будешь получать кучу урона. Но хоть что-то, хоть что-то. Нет, без БКБ просто вообще играть трудно. Да, и тем временем Миракл собирает себе бабочку. В БКБ положил, соответственно. И если он ее сделает в ближайшие минут 5-7, то это будет, наверное, конец для ВГ. Странный какой-то Йоррд Сплиттер. Сейчас положил дэйдж. Сон можно дать, наверное. Так, и вот возвращают на Финвир. Он попадает у Том по троим, кстати. В принципе, не так плохо, но решают ничего не делать в ВГ, так как Рошан они уже отдали. В целом Аигис у врагов, и драться никакого смысла нет. Да, можно было, наверное, дать Сон попробовать что-то, но, видимо, решение было принято отдать Аппарэйшна. Проблема только в другом. Ведь Ликвиды прям ничего не мешает. Чуть ли не на рампу сейчас заезжать. Ну, наверное, пойдут все-таки Тир-2 заберут. Слишком много, в общем, они сейчас получат. И эта вышка, скорее всего, все-таки перегруппируется, пойдут отпушить вниз. Вряд ли они захотят прям заходить на рампу и заберут еще вышку снизу. Это будет тысяч 10 уже, наверное, преимущество. И как раз под конец Аигиса, наверное, они уже будут на хайграунде. Скорее всего, да. Сейчас посмотрим. Они сейчас могут попробовать пойти дальше, чтобы просто истянуть противника. Это такое стандартное, в принципе, действие. Но нет, 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 нет. Просто уходят спокойненько. Ну, в принципе, они уже истянули, да. Как раз появится Игл Сонг. Ну, в общем-то, я думаю, даже успеет Миракл задействовать Аигисон дофармить себе бабочку. И тогда пойти на хайграунд. И вот тогда крайне сложно будет что-то ему сделать. С одной ульт-аун может буквально убить всю команду, если они будут стоять рядом. И, я не знаю, Чудо только, наверное, спасет Вичи. Но Чудо играет за Лейквит. Да, Чудо играет, это правда. Очень забавно подмечено, Ярослав. Спасибо. Так вот, нужны гост-цепторы, естественно, с тех пор, как Диффузал перестал диспелить госты. Это спасение. Но где на них взять денег? То есть вероятность того, что Миракл успеет купить на Лифайр быстрее, чем какой-нибудь саппорт себе гост купит, она в этой игре довольно высока. Но вот он смог. Не то чтобы последней надежды, но такой, отчаянный. Потому что, вообще-то, может закончиться все крайне плохо. Аддер Титан заметил. Ты посмотри, что творит Джейдж. То есть он просто духом пробежался по... И все заметил сразу. Моментально увидел анимацию. Да, моментальный скан. Просто умничка, Джейдж. Это Джейдж. Ну это, да, высочайший уровень игрок, как мы уже сказали до этого. Тем временем, господину Мираклу осталось порядка 1200 голды до бабочки. Это совсем немного. Да, это совсем немного. Да, ему осталось вообще очень мало денег. Еще иллюзии. Сейчас 20 уровень. Боже, как же много силы сейчас будет заключено в этом герое. У него еще и Айегис. Это самый, наверное, неприятный момент. Все остальное еще как-то можно было бы там пережить, не знаю, отковыряться. Но двух Мираклов победить будет, пожалуй, невозможно. Чувствую, что он ничего не будет бояться. Он просто будет заходить на рампу и крысть. Да, очень-очень-очень-очень-очень сложная игра здесь для герокоптера. Потому что, с одной стороны, ему и госпитер самому не помешал бы против такого Джаггера. С одной стороны. И даже если предположим, что игра бы протекала по-другому, все равно есть Элдор Титан, который, если что, полностью снимет броню герокоптеру. И он будет также очень уязвим для Джаггера. Вот, конечно, вполне возможно, даже стоит подумать о каком-то приобретении не бабочки, а Терриал Блейда. Да, так играли в свое время. Я думаю, что не все наши зрители настолько долго с Дотой. И чтобы помнить, что году так в 2013 герокоптер был крайне популярным персонажем. Пожалуй, это последний раз, когда он был реально крайне популярным. Время это вернуло сейчас. И тогда герокоптера контрили разными способами. Например, Свен, Найкс и тот же Джаггернаут участвовал. Соответственно, многие игроки потом додумались до Эйтериал Блейда. Но я бы не сказал, что это сильно помогает. Да, это неплохо, но все-таки такое себе. Ну, госскептер ему бы точно помог. Видимо, есть надежда у Вичи, что они сейчас как-то смогут отковыряться в тимфайте, отобьются, повысятся нотворсы, герокоптер не умрет, купят себе бабочку, как-то сравняются. Но это, мне кажется, Ликвид должны допустить прям очень-очень серьезную, фатальную ошибку. Хотя в прошлой игре они ее допустили. Ну, в этой игре будет просто элементарно сложнее допустить эту ошибку, потому что на ключом герой играет Миракл, во-первых. Я лично считаю, что Миракл почти не совершает ошибок. Да. И более того, герой у него все-таки такой, ну, знаешь, не то чтобы прям простой, но и не то чтобы прям сложный. Да, на нем тяжело ошибиться, это правда. Кстати, время-то подходит к тому самому финальному пушу, по идее. Хотя я, честно говоря, не уверен. Возможно, у Ликвид идея не реализовывать Aegis на хайграунде. Оно не подходит никакому пушу, судя по тому, что Миракл положил себя в кикбай, судя по тому, что Aegis кончился, и они ничего вообще не сделали. Ну, имеется в виду никакой попытки зайти. Видимо, как минимум, это БКБ будут ждать на Миракле, что немаловажный предмет, на самом деле, здесь как максимум. Следующего Рошана, но надеюсь, что все-таки БКБ, потому что смотреть 10 минут, как они еще фармят, и самое веселое. С другой стороны, за последние 10 минут, вот с момента подбора Aegis, на этот раз очень сильно изменился, несмотря на то, что не было ни одного фрага. Поэтому Ликвид в любом случае молодцы. Не, конечно, они контролируют карту, они делают все грамотно. Посмотри, что попараться в кикбай, и я считаю, что это правильно. Мальчик, это мальчик. Это правильно, это правильно. Просто он видит уже этого Миракла, и очевидно осознает, что перефармить этого героя не получится. В так называемом мэн-файте он с ним драться не сможет никогда в этой игре. Поэтому нужно принимать какие-то конкретные меры. Ну, правда, это все может закончиться тем, что Миракла просто станет богаче на Рапиру, на одну. Да, да, да. Одну Рапиру богаче. Вероятность крайне всяка, но все-таки Рапира это такой ол-ин, который может отыграться, если Гирокоптеру позволят наносить урон. Но мы знаем, как бы, чем может все закончиться. Опа, 11. Ой-ой-ой, 11 задушит Куроки, это просто... Фраг, конечно, который не так много дает, но, тем не менее, он повышает мораль. Отобрал баунтируну, значит, убил Куроки, хорошо? Ну, мало-немало, но все-таки что-то дает. Возможность пофармить снизу, например, дает. В конце концов, вряд ли ликвиды будут заходить сейчас на рамку вчетвером. Так что, 11 молодец. Хотя вот Миракл, видишь, нагло... Ему не так-то и нужен был этот Куроки, ему нужно было БКБ больше, чем Куроки. Ну, а что с ним сделать, с Мираклом? Он просто играется, он играется с тобой в Дота 2. Так, сеточка, кстати, можно будет какое-то предложение, хотя нет, да, Мант сбивает сетку. Слишком много штук всяких прекрасных купил себе Миракл, у него есть и Манта, и Крутилка, и БКБ. Это три способа скинуть с себя разнообразные гадости типа сетки. Ну, как же он богат, он может буквально сейчас еще продать Аквилу, купить себе башер. Ух ты, смотри, ты видишь, какая реакция у этого игрока? Хороший игрок. Отличный игрок. И меч у него очень красивый на Джиггернауте. Отличный меч. Обратил внимание, очень красивый меч. Очень красивый меч. Ага. Рарный. Обыкновенная рарочка за 3 рубля. Ну какая красивая. Меч нескончаемый силы. Действительно, действительно, да. Сила нескончаемого этого героя сейчас. Ну да, но Liquid, конечно, мне кажется, после прошлой игры и после одной из драк в этой игре, они начали очень сильно уважать Личи Гейминг. В общем, вот так вот это назовем. Ну да, да, да. Показывать свой респект и просто говорят, так, ребята, вы очень сильные, мы все понимаем, поэтому позвольте, мы просто пофармим спокойно еще минут 10, убьем еще одного Рошана, возьмем сыр с Аегисом и придем чуть-чуть попозже. И мне кажется, Вич Гейминг, они как бы говорят, да, мы привыкли к этому в Китае, это уважение, вот это, нам очень нравится, мы спокойно тоже пофармим и подождем. Да. Поэтому они просто тоже ходят и фармят, и все просто ходят и фармят. Ходят и фармят, и в целом, ну, опять же, ну, не видно, как герокоптер, с каким этим билдом он будет полезен в этой доте. Да, рапира. Ну, одной рапира на самом деле мало, то есть просто рапира это даже маленькая скорость атаки, ты даже не успеешь, возможно, выплюнуть все флэки до момента, пока какой-нибудь жиггернаут не запрыгает тебе все лицо. То есть рапира круто, но может ее не хватить, в конце концов у вороты у Миракла есть. А сейчас рапира, ну, даже, мне кажется, самое главное, это не то, чтобы Миракла убить, а хотя бы его друзей, чтобы уже потом с ним было попроще как-то разбираться, кайтить его, но это сложно, все это очень сложно. Герокоптер дальше идет по нижней линии, за ним был выдвинут поисковый отряд. Он, кстати, передумал. Уже не рапира стоит, как бы, а бабочка. Ну, не знаю, то есть если рапира выглядел хоть как какая-то возможность, бабочка, мне кажется, ничего не дает, к сожалению. Ну да. Да и очень медленно фармит он, очень медленно фармит. Тут, конечно, наверное, уже Вичи произносят такие фразы, типа, ну, у него уже шесть слотов, хуже уже не будет. Да-да-да, знаменитая. Он знал, что так будет, Лиша? Ладно, досмотрим момент. Так-так-так, секундочку, попробовали, смогли цепануть, но нажимает БКБ, разлетился. Кримсон Гвард, получается, не так-то много дэмэджа наносит Миракл. Во сне стоит Нага Сирена, хотя нет, она умирает, к сожалению. Это драка 1 на 5. Это 1 на 5 была драка, он потратил ульту. Это сложно комментировать, честно говоря, очень. При том, что они были все под Кримсон Гвардом, все равно погибла Нага Сирена, ульта под пятерым. Пришлось нажать баньши ульту. Ну, в общем, я не знаю, это очень сложно, очень сложно здесь будет. Ну, это похоже на конечную сейчас для ребят из Вичи Гейминга, потому что нет ультимейта вообще. И Ликвида спокойно могут заходить и через Блэйд Фьюри ломать базу. Но, опять же, показывают свое уважение оппонентам и идут забирать Рошана, который там уже появился. Ну, это правильно, естественно. Естественно, это правильно, надо взять Сероегис и потом уже возвращаться, заканчивать. Ты видел, как Меркл сказал, у него нет Эбисол, вот этот стан по Наге, это не Эбисол, это Башер. То есть он, разворачиваясь в Блэйд Фьюри, в Нагу, он как будто бы знал, что он сейчас забашит. То есть он так развернулся, как бы ударил ее, говорит, вот это Башер, я знал, что так будет и дальше поехал. Ну, я не понимаю, как так. Я тоже не понимаю. Как так? Он слишком хорош, он видит будущее в этой игре, видимо. Ну, хотя, с другой стороны, мы все знаем, что Башер это псевдорандом. Возможно, он делал много ударов по крипам и ни одного Баша не вылетало. И он понимал, что шанс на Башер сейчас процентов 80 у него, например. И он реально знал, что вот, скорее всего, он забашит. Тогда он совсем хорош. Да. Или, возможно, он просто мискликнул, но это маловероятно. Это очень маловероятно, потому что речь идет о Миракле. Лучшем игроке Мира. Да. Кстати, почему в Доте не награждают лучших игроков Мира? Вот в Counter-Strike награждают в LTV.org. Очень интересно, на самом деле. Так, БКБшечка сон Наги Сирены. Спокойненько забирает Рошана. Аеги сыр у Миракла у нас. Значит, Клокер потратил льту, но ничего не получилось для него сделать. Нага Сирена потратила жизнь. Но у него будет новая жизнь через 50 секунд. Но проблема в том, что за 50 секунд. Возможно, Нага Сирена выйдет, а на базе уже разруха. Все горит. Да, строение на базе станет меньше. Это точно. Это еще не совсем точно, но крайне вероятно. Клокер, Кеги. Фармят Кеги. 19-19-18. Миракл начинает крутиться. Бьет Тавр. Возвращение Клокер. Ничего не получается особо. У Менш скоро, кстати, уже будет ульт, скорее всего. Неплохо получилось продамажить, но, конечно же, полумертвый джиггернаут не считается. Он ставит варш. Что такое с матумбой? Сырок приходится съесть. Уже неплохо есть сыр. Но это был стан. Какой отличный был стан на Доллар Титана. Минус один, минус два, минус три. Нага Сирена, кроме того, что не увидит базу, не увидит еще своих тиммейтов. Очень точно и сильно кинутое копье майнд-контрола. Заставляет написать ГГ команду Вичи Гейминг. Это 1-1. Три-четыре минуты потребовалось, чтобы закончить им эту игру. Как мы и подозревали, огромный джиггернаут, с которым просто не получилось ничего сделать. Еще, конечно же, стоит отметить, хоть я и не аналитик, но я видел собственными глазами, что в этой игре Ликвид действительно...